Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Роскосмос в 2020 году выполнил 17 пусков ракет космического назначения. Министерство обороны провело 7 пусков боевых ракетных комплексов. Итого 24. Все успешно. В 2021 году планируется осуществить уже 29 пусков. В этом году «Роскосмос» запустит два модуля к российскому сегменту МКС, а в октябре аппарат «Луна-25» должен отправиться на южный полюс естественного спутника Земли. Это историческое событие для российской космонавтики. Крайний запуск отечественного аппарата на «Луну» состоялся в 1976 году. Еще одно важное событие на этот год — три пуска ракет-носителей семейства «Ангара», два легкой модификации и один тяжелый. Глава «Роскосмоса» отметил и запуск в ближайшие дни радиолокационного аппарата «Арктика-М» для развития Северного морского пути и приполярного региона. В этом году вводятся новые спутники системы «ГЛОНАСС». Их состав на орбите — 28 аппаратов. Также параллельно идет развитие пилотируемого космоса. Новый корабль «Орел» для полетов на «Луну» проходит статические испытания. О финансовых результатах, диверсификации производства и создании Национального космического центра читайте на сайте Госкорпорации «Роскосмос». На космодроме Байконур готовится к запуску космический аппарат «Арктика-М». Уникальный спутник, созданный в НПО имени Лавочкина, первенец космической системы с таким же названием. «Арктика-М» номер один будет выведен на высокой эллиптическую орбиту связкой ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Пуск запланирован на 28 февраля 2021 года с площадки номер 31 космодрома Байконур. Метеорологический космический аппарат «Арктика-М» предназначен для проведения регулярной съемки арктического региона Земли. Около ста малых космических аппаратов планируется создать по программе «Спейс», которая реализуется совместно с российским движением школьников. Об этом сообщили в компании «Спутникс». Цель проекта — формирование в течение нескольких лет на орбите флотилии из ста спутников формата CubeSat. Благодаря программе ребята смогут на реальных объектах учиться разрабатывать, конструировать и испытывать аппараты, формировать задания для полезных нагрузок, а затем получать, обрабатывать и использовать информацию. Проект реализуется в рамках программы «Дежурный по планете», организаторами которой выступают Фонд содействия инновациям, Роскосмос, Фонд талант и успех и Университет Сколтех. На базе АО «Российские космические системы» создаются холдинг космического приборостроения, в который войдут 17 предприятий, дизайн-центры, НИИ, КБ и сборочные производства. Цель создания холдинга — обеспечение единой технической политики в области космического приборостроения, модернизация и независимость российской продукции от импорта. Сегодня российские космические системы — основной разработчик бортовой аппаратуры и космических приборов для ведущих спутникостроительных фирм Госкорпорации. Новый холдинг возглавил генеральный директор АО «РКС» Андрей Тюлин. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочей поездкой «Космодром Восточный», где проверил ход строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». Затем глава Роскосмоса посетил Красноярский машиностроительный завод, где знакомился с ходом реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей предприятия. В рамках подготовки к запуску с Байконура четырех японских космических аппаратов «Груз» команда компании Axel Space проведены проверки программного обеспечения бортовых батарей, двигательных установок и топливных емкостей. Все четыре аппарата готовы к интеграции с разгонным блоком. С 2015 года Axel Space начала создание системы наблюдения за Землей следующего поколения – Axel Globe. Она состоит из целого ряда микроспутников для обеспечения покрытия различных частей света с высокой периодичностью. Запуск российской ракеты японских спутников по контракту с компанией «Главкосмос» пусковые услуги станет вторым после запуска спутника «Груз-1А» в декабре 2018 года. Евгений Елен после ухода с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга возьмет на себя руководство космическим направлением холдинга I-7. Он займется развитием проекта ракетно-космического комплекса «Морской старт», который весной 2020 года был успешно перебазирован через океан в порт на Дальнем Востоке. В цехах ракетно-космического центра «Прогресс» завершили сборку полубака-окислителя первой ступени для экспериментальной установки перспективной ракетоносителя «Союз-5». В настоящее время специалисты участка испытаний агрегатно-сварочно-сборочного цеха проводят работы по подготовке полубака к испытаниям на прочность и герметичность. Уникальное видео – вспышки пульсаров крабовидной туманности. Нейтронная звезда вращается вокруг своей оси со скоростью 30 оборотов в секунду. Крабовидная туманность – порождение взрыва сверхновой звезды 1054 года. Она остается интереснейшим объектом для наблюдений в различных длинных волн электромагнитного спектра. Планетоход «Персиверен», совершивший на прошлой неделе посадку на поверхность Марса, проведет следующие несколько марсианских солов, тестируя научные приборы и системы. Один сол, так называют марсианские сутки, длится чуть больше земных – 24 часа и 40 минут. После загрузки с Земли нового программного обеспечения в компьютер планетохода он отправится в первое путешествие на марсианский аэродром. Там полуторакилограммовый демонстрационный вертолет «Инжиньюити» или «Изобретательность» попробует совершить свой первый испытательный полет. Новое исследование показывает, что хорошо известная рентгеновская двойная система Лебедь-Х1 содержит самую массивную черную дыру звездной массы, когда-либо обнаруженную без использования гравитационных волн. Это открытие дает важную информацию для построения моделей звездной эволюции и понимания механизмов формирования черных дыр большой массы. Лебедь-Х1 – одна из самых известных и ближайших к Земле черных дыр. Она расположена на расстоянии 6100 световых лет и состоит из черной дыры и звезды компаньона. Впервые Х1 была обнаружена в 1964 году и стала предметом спора между астрофизиками Стивеном Хокингом и Кипом Торном. Хокинг считал, что Лебедь-Х1 не является черной дырой. Однако в 1990 году ему пришлось признать поражение. Лебедь-Х1 стала первой доказанной черной дырой. Каждые 5,5 дней сверхгиганты черная дыра вращаются друг вокруг друга. Расстояние между ними 30 миллионов километров, что в 5 раз ближе, чем от Земли до Солнца. Туманность Медуза Туманность Медуза — остаток сверхновой звезды в созвездии Близнецов. До нее 5000 световых лет. Объект был открыт немецким астрономом Максом Вольфом в 1892 году. Астрономы не могут точно установить возраст сверхновой, но предполагают, что ее рождение произошло от 5 до 30 тысяч лет назад. Снимок сделан Павлом Павловым с помощью узкополосных фильтров. Общее накопление сигнала — более 8 часов. Месье 66. Большая красивая спиральная галактика удалена от нас на расстоянии 35 миллионов световых лет. Размер величественной астроной Вселенной — около 100 тысяч световых лет. В ярком ядре, вероятно, находится сверхмассивная черная дыра. Рукава галактики усеяны горячими звездными скоплениями и розоватыми областями звездообразования. Месье 66 — самая яркая галактика в так называемом Треплете Льва. Ночное небо богато историями. Во все времена различные культуры помещали героев самых известных легенд среди звезд, чтобы следующие поколения людей передавали эти истории потомкам. Созвездие Старик — так назвали звездный рисунок на небе аборигены Южной Америки. Голова созвездия — известные семь сестер Плеяды. Туловище скопления — Геады, а ноги лежат в созвездии Ориона. Снимок Родриго Гуэйра. Вопрос от Евгения Нечипорука. Как влияют потоки солнечного ветра на станцию, спутники и самочувствие космонавтов? И наблюдают ли космонавты сияние из иллюминаторов? Аврора, или полярное сияние, возникает, когда солнечный ветер, вспышки с нашего светила встречаются с магнитосферой Земли. Обычно такое свечение происходит на высотах от 200 до 400 километров. Чуть ниже, чем высота орбиты Международной космической станции. Космонавтам хорошо видны эти красивые явления природы. Видео Авроры. Раньше никогда на видео не снимал. И станции тоже видно. Мощные солнечные вспышки бывают очень редко, но если такое происходит, экипаж занимает места в наиболее защищенных от радиации местах, пристыкованных к станции кораблях «Союз» или на центральном посту модуля «Звезда». Такое случилось в 2017 году. Однако ничего страшного не произошло. Космонавты получили одну лишнюю дневную дозу, как если бы полет продолжался на одни сутки больше. А одна из самых мощных геомагнитных бурь в истории называется событием Каррингтона. Она произошла в 1859 году. На нашей планете полярные сияния были видны по всей Европе и Северной Америке. В этот момент произошел отказ множества телеграфных систем. А сильнейшая геомагнитная буря с начала космической эры случилась в 1989 году и называлась «квейбекским событием», так как особенно масштабные сбои произошли именно в Канаде. Была нарушена высокочастотная радиосвязь, а спутники на орбите получили сбои в своей работе. На Земле в этот момент полярные сияния наблюдались до широты Мексики. В СССР во время этой геомагнитной бури также была нарушена радиосвязь на высоких широтах, а свечение «Авроры» наблюдалось даже в Крыму. На сегодня все. Присылайте нам ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobakatvroskosmos.ru и до встречи в среду в космической среде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...